Мероприятие, посвященное Дню российской науки, состоялось в зале органа и камерной музыки. Здесь собрались около 300 представителей научных организаций и высших учебных заведений города. Члены Русского географического общества, кандидаты сельскохозяйственных и педагогических наук, доктора медицины и истории. Каждый из них внес весомый вклад в развитие отечественной науки. Ученые – это не профессия, это состояние души, это призвание, это признание. То есть у нас действительно город, где проживает очень много людей, которые являются хорошими изобретателями, хорошими конструкторами, хорошими архитекторами. То есть действительно каждый город может позавидовать именно нашему городу, именно на то количество людей, которые причастны к этому празднику. Лауреат Государственной премии России, доктор медицинских наук Виолетта Зосимовна Агроба в прошлом году представила в свет две научные публикации. Она проводила испытания на лабораторных приматах, нескольких перспективных противоопухолевых препаратов. Написала кандидатскую диссертацию на эту тему. В Сочинском НИИ приматологии сейчас разрабатывают методы борьбы с раком. Эта тема особенно актуальна в наши дни. Мы выращиваем стволовые клетки для того, чтобы использовать их в так называемой заместительной клеточной терапии, то есть для регенерации поврежденных органов и тканей. За добросовестный труд, творческие поиски и внедрение новых идей сочинские мыслители получили благодарственные письма от главы города и председателя городского собрания Сочи. Церемония награждения сопровождалась информацией о научной работе ученых и педагогов. А шесть выдающихся общественных деятелей получили знаки признания и подсчет сочинцев. Среди ученых есть и молодые таланты, которые своими идеями и находками уже подтверждают будущее за наукой.